приветик всем снимаю видео о пустых баночках в апреле это вторая часть или продолжение давайте смотреть дальше что закончилось жидкое мыло 100 рецептов красоты клубника и зеленый чай не раз я покупала уже это мыло и эту упаковку тоже использовал с большим удовольствием они очень удобно хорошо работающий дозатор приятно ненавязчивый аромат не сушит кожу рук ничего кроме как похвалить мне сказать об этом продукте нечего замечательная штука а вот это вот мыло я больше не куплю потому что здесь аромат мне не понравился хотя сама мало тоже великолепно но аромата любителя для меня это запахом горького вишневого варенья такого подгоревшего поэтому кое-как эту упаковку в общем то мы использовали но больше не не избавляюсь от крема суфле для тела с маслом какао витамином е от и он восстанавливающий увлажняющий для сухой кожи очень странный продукт при нанесении кожа начинает сразу резко сохнуть как будто протерся ацетоном потом это ощущение пропадает и кажется что намазался хорошенько вазелином потому что кожа начинает преть и мокнуть вот это вот сочетание какой-то такой мокрости и высушенности кожи просто отвратительно избавляюсь лесные фитосборы гель для душа лесные ягоды земляника черника и малина 300 миллилитров объем покупала в магазине окей очень приятный аромат из упаковки но к сожалению он таким остается только в упаковке при контакте с водой он как-то вообще растворяется и пахнет какими-то листьями очень невразумительно очень жидкий слабое пенообразование ушел на бытовые цели стоило 29 90 но в общем то наверное больше и ни копейки за него и не запросишь потому что в общем то никакой абсолютно рекомендовать никому не могу ни о чем абсолютно закончилась у меня аж два тюбика полюбившегося мне крема для рук от 100 рецептов красоты 7 активных масел у него очень интересная текстура я встречалась такой текстурой и в средствах для лица и в средствах для тела и вот 100 рецептов красоты крем для рук при нанесении крем затруднительно распределяется но это затруднение связано с тем что он как бы прилипает коже сразу как-то сразу впитывается не нужно обтирать потом салфетками но вот чтобы распределить по коже рук нужно небольшое усилие мне это не напрягает мне наоборот нравится потому что как присасывается что ли он кожи мне нравится подобное ощущение чем пахнет характеризовать не могу здесь составе заявлено кучу всего оливы миндаль кукурузы кедровый орех подсолнечный какао наверное какая-то сублимация из всего этого невразумительный аромат но мне почему-то нравится и в общем то я очень советую попробовать кто не пробовал этот крем цена у него бюджетная поэтому риск не велико мне кажется что это очень неплохие продукты кларанс мультиэктив жор это дневной крем извините если неправильно прочитала исковеркала французского не знаю для всех типов кожи из коробочки allure box у него очень приятная цветочная одушка вообще без вопросов но это единственное достоинство на мой взгляд написано для всех типов кожи мне показалось что исключительно только для сухой он пригоден потому что он перебор вот для комбинированной но вообще невозможно я уже потом начала его как-то на шею использовать но это он и тут он мне надоел он плывет через какое-то время по всей видимости не очень хорошо распределяется и поэтому набираешь больше чем нужно потом уже это уже как-то с лица что ли обтирать макияж на это дело не ложится мокнет под ним лицо как будто в целлофане находишься подозреваю что при таком при таких ощущениях заработать подкожники как нечего делать поэтому никому советовать не буду неудачный продукт крем для рук от essence бананы и шоколад не знаю как его еще похвалить последний из моих запасов то что я привезла из германии очень нравится мне это одушка жалко что не продают сам крем ну хороший увлажняющий крем ну конечно главное достоинство это все-таки его аромат у меня закончилась еще одна миниатюрка крема для глаз от эленор бенштейн из линейки продиджа здесь было 3 миллилитра так выглядит коробочкой вот так один вот так этот тюбик выглядит пробника если после первого у меня еще были какие-то сомнения то после использования второго я сделал для себя вывод что все-таки крем этот не для меня лучше его использовать с утра потому что он может провоцировать отеки он не очень хорошо распределяется потому что спустя какое-то время создается впечатление что нанес крема больше чем надо и и убрать то его никак невозможно потому что вроде бы он весь и впитался но все равно как-то много поэтому вот я понимаю что это сбивчивая такая оценка как говорится видали и получше чем этот продукт поэтому однозначно нет и даже продукт которые из линейки power sell крем он лучше он лучше чем вот этот вот хотя этот дороже дороже процентов наверно на 30 но увы выбрасываю пробник меня миниатюрка точнее это клинику all about ice это крем для кожи вокруг глаз он очень очень очень-очень не сложились с ним отношения вот такого вот он цвета он производит впечатление легкого но когда наносишь он ложится очень плотно лежит каким-то пластом не хочет впитываться промакивать надо салфеткой и провоцирует отеки причем очень сильные и очень неприятный запах у него миниатюрка крема от коррес или коррес это линейка санторини это вам последний что не выпустили это миниатюра с коробочки гифт бокс и большим удовольствием использовала у коррес замечательные продукты для тела что крема что молочко молочко это скорее они так называют но это в принципе это такой крем то что они называют кремом это баттер у них почему-то так и то и другое у них шикарно останавливает только цена единственное еще почему я перестала покупать мне очень нравились баттеры но в тюбиках они неудобны к использованию раньше были помпы и молочко по моему тоже было в помпе чем это было гораздо удобнее наверное по этой причине главное не покупаю ну плюс еще ароматы любими сняли с производства ну в общем если аромат понравится мне в принципе понравился это линейки санторини очень такой необычный какой-то я боялась что вином будет пахнуть ну вроде как нет то я очень советую это одни из лучших продуктов по уходу за телом вот то есть вообще всего что я пробовала то есть ну по питательному эффекту оставляют далеко позади продукты от скажем клиник кларанс что у меня там еще было что-то у меня было диколиор не помню ну в общем это самый лучший вариант при том что далеко не самый дорогой крем для ног это серия вот это вот агафьи можжевельник агафьи можжевеловые народное средство от мозоли и натоптышей восстанавливающий крем он очень такого приятного знаете зеленоватого оттенка хорошо распределяется не оставлять жирные пленки никаких белых разводов все все просто супер кроме того что он не является средством от мозоли и натоптышей придраться не к чему я не могу сказать что буду гоняться за ним чтобы купить повторно этот продукт ну использовала вообще без нареканий стоят дешево в принципе могу рекомендовать попробовать его далеко не самый такой далеко не из тех продуктов которым которым могут какой-то негатив вызвать крем для рук от 100 рецептов красоты питания с пчелиным воском это моя любимка у него обычная такая текстура увлажняющего крема очень хорошо распределяется не оставляет никаких следов после себя хотя честно говоря не тестировал его при работе с бумагами у меня вообще если я работаю с бумагами я крем наношу только на внешнюю часть рук то есть вот так вот рука об руку а вот здесь крема никогда нет поэтому я не могу с большая с уверенностью утверждать что он годится при работе с бумагами нет но если этот вопрос не поднимать мне кажется что это очень неплохой продукт за свои деньги стоит ранее 60 рублей хороший увлажняющий эффект приятный аромат но это дело вкуса мне все нравится им я испытываю огромное удовольствие использую этот крем и никогда не возникает вопросов но когда что уже наконец закончишься чтобы достать другой нет нет всегда с большим удовольствием и тут же заканчивается достаю новую упаковку тоник от клиник это у меня единичка 200 миллилитров объем я покупаю этот тоник где-то с регулярностью наверное раз в год почему так редко и потому что использую потому что использую редко и как правило в качестве заменителя умывалки если в каких-то поездках или что-то я использую и заменяет мне и скраб и шлифующие эти лосьоны все выполняет вот этот вот тоник от клиник очень мне нравится использовать его в качестве средства для тела там предплечье протереть бывает и ноги протираю избавляет и точнее предупреждает возникновение вот этих подкожников и прыщиков от того что там как-то вспотеешь от тесной одежды всего от этого вот избавляет эта штука просто замечательно в линейке по-моему 4 номера у меня самый такой вот для сухой очень сухой кожи но для моей комбинированной кожи это запредельно то есть допустим чаще чем раз в неделю я бы такую штуку в общем не смогла воспользоваться категорически вот большой процент там салициловой кислоты и конечно растворяет в общем-то всякие загрязнения снимает все и шлифует но повышает чувствительность кожи неимоверно но тем не менее я говорю вот регулярно покупаю и на год как правило мне упаковки этой хватает хотя последний раз вот показала в покупках я знала что у меня вот эта штука заканчивается я почему-то купила второй номер с которым теперь не знаю что делать потому что для меня он достаточно агрессивый гель для душа 100 рецептов красоты это кофе со сливками мой любимый гель для меня он пахнет исключительно бейлис а не кофе аналогов этому аромату что я не встречала и кроме того и сам гель по свойствам мне нравится поэтому несомненно когда закончится в запасах у меня еще одна бутылка осталась я снова покупку повторю и периодически достаю из своих этих тайников с косметикой очередную бутылочку этого геля и всегда использую с большим удовольствием миниатюра лака Aziz Plus от Schwarzkopf это гламинейшн из коробочки Allure Box попробовала и влюбилась у меня по-моему еще есть три миниатюрки и еще там есть лаки в общем когда все закончится я пойду и куплю вот этот лак потому что мне очень понравилось мне все в нем понравилось он великолепно работает он великолепно потом его можно великолепно после него расчесываются волосы и мне очень понравился аромат этого лака это бывает так редко что в общем просто большая любовь при том что стоит не так уж и дорого это 100 рецептов красоты крем сыворотка упругость на клюквином соке от 35 лет с дозатором я воспользовалась пару раз и отдаю избавляясь потому что в общем-то не нужен мне такой продукт претензии какие текстура у него действительно между кремом и сывороткой нечто среднее но мне не нравится мне показалось что впитывается плохо крем ложится на это дело плохо а самостоятельно этого продукта недостаточно мне не нравится запах извлекаешь из упаковки сначала пахнет клюквой а потом этот запах хозяйственного мыла такой вот коричневые куски вот эти есть ужасно просто вот поэтому в общем то попробовала интерес удовлетворен и на этом я наверное закончу общение с этим средством алюмине средство для умывания для сухой и нормальной кожи один раз воспользовалась и все в общем извлекаешь это такой крем который очень приятно наносить на лицо возишь так это по лицу ну как любое средство для умывания собираешься смывать и все понимаешь что я поняла что я попала потому что оно не смывается ну водой по крайней мере я не знаю как можно такую штуку умываться ну это реально как вот если взять питательный крем нанести на лицо а потом попробовать водой смыть у вас ничего не получится потому что нужно это жиры на их нужно растворить чем-то нужно обязательно мыло поэтому пришлось потом взять нормальные средства для умывания и смывать эту эту умывалку другой умывалкой что она может дать коже вот если ее не смыть а просто там не знаю полотенцем вытереться и пойти дальше ухаживать за кожей я думаю запросто можно заработать большие неприятности для кожи в виде подкожников прыщей там не знаю чего загадочное средство выбрасываю а смывала я его вот этой штукой это очищающее средство для лица вот и он с маслом розы марокканской глины какое-то время попользовалась и в общем-то устала я от него невыносимый аромат пахнет глиной такой вот грязью какой-то из болота на фоне этого вот это вот как-то роза ну и подсушивает кожу лица к тому же мне это вообще не надо это наверное для жирной кожи хорошо было бы поэтому все пока-пока удаляю из своих из своей коллекции гели для душа этот дав аромат сливочной ванили и пиона не люблю я дав и этот я не покупала он у меня был гламур бэк я тешила себя иллюзиями что может он мне понравится все-таки новинка аромат новый но все то же самое не слышу я ни ванили ни пиона только аромат этого мыла дав который я не выношу не нравится мне совершенно и единственное что приятно удивило раньше у меня были гели которые я покупала они очень трудно извлекались из упаковки нужно было вот так переворачивать и хотя тебе был полный давить изо всех сил чтобы оттуда что-то появилось очень густая текстура и очень маленькое отверстие а этот в общем то с этим проблем таких не было вот но все равно не нравится аромат и несмотря на то что кремовые очень хорошо пенятся я бы не сказала что они очень такие деликатные у меня после использования возникло желание сразу же нанести крем то есть о том что они не сушат кожу я с этим вообще не согласна реткин мой любимый реткин мужской шампунь 250 миллилитров объем он по-моему с хмелем и пивными дрожжами для ежедневного использования ну это один из тех продуктов которые вот попробуешь и понимаешь что есть вещи за которые стоит платить все-таки и это шампунь в том числе мне от шампуня что надо мне надо чтобы он давал объем чтобы он хорошо промывал волосы чтобы он не сушил при этом кожу головы чтобы он не сушил волосы не превращал их в солому и чтобы при этом чтобы он не требовал бальзама потому что я не люблю бальзамы он все это дает замечательно с ним но на 2 дня его точно хватает мне больше не надо потому что раз в 2 дня я точно голову мою поэтому полностью он меня устраивает он имеет терпкий такой мужской аромат но поскольку он мужской ну не мужицкий поэтому не критично он очень экономичный очень надолго хватает эффект привыкания да к нему есть если я постоянно на нем сидеть то да есть к сожалению надо чем-то разбавлять но если его использовать где-нибудь там не знаю пару раз в неделю то в общем никаких никакого привыкания не будет если чередовать с каким-то другим шампунем ничего кроме любви у меня к этому продукту не возникло по-моему это у меня вторая упаковка уже и хочу купить третью он просто превосходный ничего ему не надо он вот знаете он вот он выполняет все что нужно ничего к себе не требует он как хороший мужик просто любит и все и ничего ему за это не надо цена высокая сейчас уже по-моему просят в районе полутора тысяч рублей за этот шампунь но я все равно непременно его куплю а вот это я выбрасываю это organic kitchen варежки защитный крем для рук органическое медово корицы свежий имбирь первая баночка из того большого арсенала что я закупила и все в общем то и на запах и по ощущениям это такой вазелин ничего не делает для рук руки под ним сразу как-то потеют мокну потом когда все это сотрешь и хочется еще руки пойти с мылом вымыть чтобы уж как-то снять это неприятное какое-то ощущение как будто солидолом руки вымазал я по-другому не знаю как сказать и пахнет вазелином тоже неудачный продукт считаю что закончился поскольку он совсем высох вот там что-то еще есть это мой любимый лак 249 от essence квартал гинза называется обожаю этот лак у меня есть конечно новый там в общем но этот все можно было бы я знаю продается жидкости для разбавления лаков но я не люблю все эти игрищи поэтому выбрасываю потому что не так много осталось пока пока скраб от клиник 7 day для лица мне очень нравится здесь 100 миллилитров объем поскольку раньше как-то было куча всяких акций я всегда старалась у клиник я всегда старалась принимать в них участие если в составе этих косметических наборов шел вот этот скраб и за счет того что я участвовала в этих акциях как правило и не было необходимости покупать миниатюрки любимые туши импакт и вот этого скраба то есть всегда были эти минки которыми я пользовалась и с большим удовольствием была большая экономия денег но вот все таки полноценный продукт пришлось купить когда запасы миниатюрок закончились и вот он закончился и наверное куплю новый это самый лучший скраб из всех которые я пробовала и ничего лучше нет несмотря на то что я постоянно что-то пробую и ищу но если говорить о скрабах лучше него нет ничего у нее очень плотная текстура которая при этом очень хорошо распределяется нужно маленькое количество для того чтобы как это сказать то отскрабироваться и на лицо и на шее в общем это хорошо переносится у меня комбинированная чувствительная кожа поэтому то что здесь написано seven day то есть один раз в неделю мне достаточно и без всякого негатива без повышения чувствительности в общем то все 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 только на пять баллов поэтому если есть возможность я советую попробовать у меня у мамы жирная кожа но она тоже им довольна правда она его использовала используют два раза в неделю то есть видно в зависимости от типа кожи вот время насколько часто его надо использовать оно меняется а так то в общем то я считаю что это продукт один из самых удачных которые есть у клиник и всем советую а дужки у него практически никакой нет что для многих может являться большим достоинством закончился я считаю что закончился потому что на один раз заточить если вообще это будет возможно это карандаш для глаз из старой линейки от колоранса оттенки 0,4 план очень приятного сливового оттенка замечательно замечательный продукт не застойкий очень хороший цвет очень хорошо растушевывается карандаши у колоранса замечательные если есть возможность советую вам попробовать далеко не самые дорогие но при этом действительно качественные пенка для умывания от планеты органики по-моему это с арктическим подснежником что касаемо самой пенки она замечательная мне очень понравилась отдушка она какая-то такая приятная использование очень странный правда после нее финиш лицо какое-то скользкое но почему-то вот это вот ощущение такое скользкого лица было только пока я использовала первую половину в этой упаковке то ли надо было как-то взбалтывать там что-то в составе но вроде в инструкции я имею ввиду в описании ничего по этому поводу не было сказано но я вряд ли еще раз когда-нибудь буду покупать эту штуку и даже когда была тут в органик шоп увидела пенку из линейки этот нанайский лимонник но не стала брать побоялась что там такая же будет засада с помпой в общем сколько вот я использовала эту пенку каждый раз пытаясь ее извлечь я все время вспоминала мультфильм 38 пугаев и чувствовала себя мартышкой помните она там пытается забраться на дерево у нее ничего не получается и на пальму и попугай на это смотрит и говорит все ясно мускулы никуда не годятся вот я не знаю какие должны быть мускулы чтобы справиться с этой упаковкой двумя руками надо давить чтобы извлечь оттуда пенку в общем не знаю упарилась я просто с ней поэтому больше никогда покупать не буду гель для души фа кокосовая вода у фа есть гель для души который называется кокосовая вода и жасмин вот тот мне категорически не понравился он какой-то с зелеными листьями пахнет кокоса там тоже нет я купил вот этот вот потому что здесь ничего кроме кокоса не заявлено думаю может быть будет пахнуть кокосом нет не сказать ничего не могу несмотря на это аромат очень понравился что с этим ароматом одно время были модные водные ароматы в которых как бы цветы в воде я не помню как точно называю точную классификацию их в парфюмерном мире но вот по ощущениям это цветы в воде то есть тропические какие-то цветы вот это вот из этой же оперы то есть кокоса как такового нету ну вот вода и вот эти вот франжипани еще там ряд цветов вот ощущения таких вот тропиков и все это такое легкое ненавязчивое вот ощущение действительно какого-то такого вот парфюма вот из этой вот области мне очень понравился аромат этого геля для душа я непременно его повторю не так часто он встречается в продаже по-моему есть точно в магазине не знаю как все время Лизе в общем вы поняли вот там он точно есть этот гель аромат очень даже приятный такая вот сыворотка моя закончилась от Елена Рубинштейн 30 мл объем был очень долго я ее использовала потому что был перерыв я уезжала в Германию оставила ее дома вот тут мнение что срок годности сыворотки только полгода после вскрытия ерунда полная вот я вернулась начала ей пользоваться сколько еще месяцев пользовалась и никак-то не повлияло на ее качество абсолютно исключительный продукт цена огромная сейчас уже со скидкой по карте максимальная льда буты стоит по-моему пять восемьсот сорок если я не ошибаюсь с нетерпением жду пополнения на своем балансе чтобы я могла заплатить эти деньги за эту сыворотку я не могу оценить ее антивозрастной эффект вообще линейка от 30 лет насколько я понимаю поэтому сильным какого-то антивозрастного действия вряд ли от нее можно ждать она очень комфортная она уживается абсолютно со всеми кремами ей совершенно все равно что на нее наносят сто рецептов красоты диора там что еще на нее наносила шанель еще какие-то у меня продукты и она в общем-то хорошая подложка абсолютно под любой крем никакой крем на ней не скатывается все замечательно очень хорошо увлажняет комфортно не провоцирует воспаление какие-то недочеты в общем-то все все с ней замечательно исключительно если есть у кого-то возможность я искренне советую попробовать этот продукт это действительно один из тех случаев когда люксовый продукт оправдывает свое название и по оформлению и по содержанию и по аромату ну абсолютно по всему очень хорошая вещь я попробовала пенку всем известную от Биаре для чувствительной кожи и избавляюсь от нее это мой первый продукт такой вот чтобы я купила из азиатской косметики я говорила мне что я не люблю азиатскую косметику очищающий мусс да для умывания с увлажняющим эффектом ну в общем нет нет во-первых я не согласна что он такой уж супер из себя деликатный ничего подобного я попробовав эту штуку я с тоской вспомнила пенку для умывания от Герлен небо и земля просто я имею ввиду в отношении мягкости ощущения после нее такие как будто отскрабировался не знаю каким жесточайшим скрабом который высушил кожу а потом нанес увлажняющий крем это какое-то такое странное что вроде и сушит вроде и нет не знаю мне не нравится прекрасно работающая помпа девчонки мне об этом писали я согласна вообще никаких нареканий нет я бы ее конечно оставила может быть для использования так найти изредка раз в две недели вспомнила не умылся и отставил до следующего раза если бы не ее аромат аромат отвратительный для меня пахнет стиральным мылом хозяйств нет нет знаете чем невская косметика выпускает такие мыло прозрачно целлофановые обертки семейное банное вот и им пахнет ужас просто и одушка стойкая уже вышел из ванной от лица все равно этим мылом пахнет очень неприятно что касаемо вот я говорю того что она не слишком деликатный у нее очень высокий очищающий эффект обычно считается что пенки это такое баловство как правило все используют пенки для утреннего умывания а вечером что-то такое посерьезнее вот это посерьезнее вот это вот планету органику утром можно использовать там я не знаю и компания а это вечером это очень хорошо очищает кожу лица вот но мне лично вот я говорю дискомфортно с этой штук такие вот у меня сложились впечатления в общем то да не подружилась я с этим азиатским продуктом последнее что у меня закончилось это крем от dior captur total для лица и шеи у меня версия для нормальной комбинированной кожи объем банки нестандартный 60 миллилитров вот так она открывается как шкатулка здесь была заглушка я просто удалила чтобы вам показать так выглядит баночка это повторная покупка и этот крем оказался знаете из ряда тех продуктов которые одноразовые вот один раз использовал и все и не надо повторять к сожалению так бывает я и покупала то его только потому что на тот момент хотелось что-то про запас купить а нечего было взять либо новинки не устраивает даже по описанию по тестированию либо уже что-то надоело и я думаю ну этот ладно вроде как нареканий не было взяла в итоге простоял он потому что не хотела даже его доставать мне хотелось пользоваться кремом от поётехни или сектик и в итоге думаю ну надо же все-таки его использовать уже год простоял в запасах ну с огромным трудом я его закончила претензия какая написано для нормальной комбинированной кожи нет для сухой использовать можно только на ночь плывет макияж не знаю несмотря на то что у меня комбинированная кожа с выраженной сухостью щек я не в состоянии его вынести я уж представляю что такое версия для сухой кожи но это вообще характерная вот эта жирность и сальность вот для кремов dior это у них всегда была их такая слабинка это еще когда я не интересовалась никакими антивозрастными продуктами мама у меня все время жаловалась она там все у dior попробовала она говорит это просто кошмар этим невозможно пользоваться это кошмар для тех у кого жирная кожа все их продукты потрясающий запах в общем-то и придраться не к чему так-то в общем-то ничего негатива никакого не делает для кожи не провоцирует воспаление хорошо переносится на ночь комфортен да все замечательно и утром ты встаешь нет такого ощущения что сразу бегом после умывания крем наносить то есть действительно работает но мне не нужен устала я уже от этого дележа чтобы был крем отдельно для утра отдельно для вечера надоело мне надоело мне честно говоря все это хочется какой-то универсальность в общем я много от него раз сбегала ко всяким пробникам миниатюркам потому что надоел до невыносимости и больше конечно никогда не куплю цена огромная по-моему он стоит уже сейчас в районе 8 тысяч рублей с учетом всех скидок это конечно полное безобразие вот но у кого сухая кожа могу даже рекомендовать в общем то я думаю что вы останетесь довольны вот такие пустые баночки были в апреле месяца все что успела закончиться я вам показала надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока